господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер двести девяносто четыре события дня первое послание святого апостола петра 4 глава 7 стих впрочем близок всему конец 1 октября 2016 года далее я буду проводить вот это протягивать материалов кому какой нужен затормозите и прочитаете это необходимо знать людям в опиющих поступках этого человека и что приняли это огромная ошибка для русской православной церкви и после себя этот человек оставил выжженную землю этот человек есть инфекции оплот человека ненавистищества и он делает из людей баранов его поймали дезинформации психические диагнозы безграмотность он создал пугало для устранения неугодных это точно совершенно неверующий человек ставленник запада выученик израиля америки его уважают его принимают почему среда создали безразличием секторед кто такой секторед клятвенно связанность с сша кто и как запугивает население богопротивные вещи главного сектореда уже профессор наркоман затесавшееся число граждан россии это не мои определения почитайте какие там звания людей которые выступают говорят выставляющий христианство в дурном свете от имени христианской церкви самое то главное что это покинутость духом божьим людей которые принимали которые это архиереев касается всех до патриарха до светских властей подрывная деятельность типа липовый профессор а почему потому что это уже не народ но гниющий труп который гниение свое принимает за жизнь гниение принимает за жизнь живут на нем лишь кроты черви и поганые насекомые кто миссионерские отделы кого руку полагают сегодня смотрят там совратил малолетнюю священник меня спрашивает как бы с ним поступили по ветхому завету мне зачем говорить я грешный человек я с собой занимаюсь тело умерло и гниет тело народа тело страны в живом теле не было бы удовлетворения их жадности не было бы для них жизни Михаил кальмаев пишет в переписке с одним человеком вот так брат обрел свободу но та ли это свобода пишет хорошему человеку о которой пишет апостол павел где дух господин там свобода и то что совесть не обречает а у меня совесть не обречает тот человек он ему отвечает то это не означает что все нормально не обречает до поры но может обречить тогда когда уже не будет возможности что-либо исправить это между собой переписываются два хороших человека и у меня с ними с обоими очень хорошие отношения ну вот сегодня получил я одного другому михаил кальмаев ему пишет не в священника верить а верить в церковь оба православные учение святой троицы это учение христова препереданное через апостолов и раскрытое святыми отцами на соборах православие это вера в отца и сына и святого духа и кто знал до проповеди иисуса христа что у бога есть сын который из образ бога невидимого рождения прежде рожденный прежде всякой твари колоссинам 1.15 господи иисус христос открыл нам эту тайну поэтому православие прежде всего правильная вера учение христова и вера евангельская апостол ян пишет предупреждая нас об опасности сообщения с теми кто учит иному наблюдайте за собою чтобы нам не потерять того на чем мы трудились но чтобы получить полную награду всякие приступающие учения христовы и не пребывающие в нем не имеет бога пребывающие учения христовым имеет отца и сына кто приходит к вам и не приносит всего учения того не принимайте в дом и не приветствуйте его ибо приветствующие его участвуют в злых делах его много имея писать вам но не хочу на бумаге чернилами а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам чтобы радость ваша была полна второе послание апостола иоанна 1 глава 8 12 стихи почему брат бог не открыл тебе этих истин о православной вере не потому ли что ты склонил свое сердце и ум к обольстителю людей который открылся через евгения потемина вот такая у них переписка это одну часть я взял чтобы показать как и оба православные ну а к которому пишет брату как он мог так поколебаться да я не знаю как зачем судить но может быть он для испытания именно Михаила Кальмаева написал так проверить а то некоторые говорят это они с вами заигрывают а вот Михаил прямо говорит он был нынче здесь работал у нас меня спрашивают на какой вы стороне оба хороших брата он зачем на стороне они на одной стороне но один с другим вот так говорит открыто но в данном разговоре конечно на сто процентов прав Михаил Михаил от православной веры ни шагу никуда потому что всё остальное от разговариваешь ну пишут иногда мне христианин я уже знаю что они православные православный прямо пишут православный христианин старая брядьи пишет православные людей ранен даже иногда и то подпишется Католики подписываются. А это христианин. Христианин Иван, христианин Александр. Почему? Потому что запутался. Тысячи разных направлений, сект. Придумали динаминации, конфессии. Эти оба слова придумал сатана. А они заменяют слово ересь. А я такой-то ересь. Еретики все спасутся, а не конфессии. Нет конфессии этих слов. Это выдумка. В человеческом теле, в организме, на гниении, когда черви водятся, поганые насекомые, вот это и есть. Почему? Это отвержение, учение Христово по Евангелии, не евангельский путь. Михаил говорит прямо по Евангелию. Это православная, евангельская вера. Вот когда здесь пишут по скайпу, где-то выходят. Иногда говорят, вот вчера мне идет жена и говорит, нашлась знакомая. Когда-то были они давно-давно-давно, полвека назад. И только позвонила, она сразу и отвечает. А я теперь верующая, я Христа приняла в свое сердце. Я сразу говорю, это не православная. Православный так не скажет. Ну да, она вот какой конфессии так и не говорит. Протестанты. Протестанты это общее название. На протестанты еще соглашаются. Иногда баптисты подписываются. Ни пиесетники, ни харизматы, никто не называет себя. Но они же где-то зарегистрированы, как религиозные организации. Почему не назвать это? Как змей в траве в сухой шуршит и подползает к тебе. Еретики? Слово ересь они никогда не употребляют. А это слово евангельское, еретика, после первого-второго вразумления отвращайся. С ними разговаривать не о чем. Тогда и так называемые свидетели Иеговы тоже христиане. Какие христиане-то? Там ничего христианского нету. Ни в учении. Ни в чем нету. Конечно. Мы не можем сказать, что на них наговаривает вот этот Адворкин. Что они такие-то там и на военных объектах их встречают и то другое. Нам зачем говорить неправду? Они очищены через слово. Но это здесь. Живут хорошие семьи. А ты спроси каждого из них, почему они молятся сидя? Сидя молятся. Ну и вы куда-то придете к начальнику, где-то вы сидя будете разговаривать с ним. Если он стоит. Ну понятно, что если человек уже к этому привык, он будет в моем сердце. Да в сердце это глубокие воды. И кто их вычерпает? В сердце доверяется. А я по совести, меня совесть не обрещает. Да есть люди сожженные в совести. Давно уже. А кто самые неподатливые к истине? Циники. Он над всем насмехается. И это хуже всех врагов. Циники. И вот приняли в свое сердце. Еще один написал сегодня. Вот 17 минут. Комментарий открыт по ссылке. Игнатий Тихонович. Здравствуйте. Я удивляюсь вашей выдержке. Строгому следованию уставу. И поразительному умению сплотить народ вокруг вас. Я хочу спросить вас. На каком отрезке жизни вы приобрели такие качества характера? И помогли ли годы, проведенные в тюрьмах, стать таким, какой вы есть? Спасибо. Ну, по порядку. Выдержки и прочее. Вот все, что здесь написано, я этого о себе сказать-то не могу. Просто живу и живу. Как? День молитва, ночью молитва. Я больше отвечаю не знаю. Вот у меня задали вопросов 10. Из них на 8 я отвечаю не знаю. Как так? Да вы же все время знаете тысячи вопросов в университетах, по радио, там в отделах милиции, в воинских частях, везде. И вы на любой вопрос отвечаете. Да, отвечаю на эти вопросы. Но иногда задают, которые я не знаю. А по этому человеку вы можете что сказать? Иногда умолчу, неполезно сказать. Ответ может навредить. Не надо тебе знать это, отвечу. Я выдержку держу до конца. Сказал, не знаю. И мой ответ не может быть сегодня другим, чем был вчера. Вот я как обратился, ответил 54 года назад. И сегодня смотрю, ответы мои не разница. Они так, что вчера говорило одно, а сегодня другое. Сегодня за тех, завтра за других. Нет. Это в самой жизни. Вот идет это в молитвом состоянии. А вот что вы можете сказать? А почему такое принятое решение в высоких уровнях, вплоть до президента? Не знаю. Об этом деле не молился. Ответ один. Не знаю, потому что вы задали внезапно вопрос необычный. О нем я не молился. А говорить от себя не хочу. И что? На все получаете ответ? Да. Могу ответить? Да. А как вы узнаете? По слову Божию. По слову Божию. Все сравнить по слову Божию. Об этом говорят святые отцы и Серафим Саровский. Все об этом говорят по слову Божию. А слово Божие у меня в руках 54 года. Я дважды насчитывал Библию только для ресурсов. Вот для интернета, для пленок. Два раза полностью от корки до корки не читал, а начитывал. Я могу даже обратиться ко всем. Кто знает хотя бы одного человека где-то, кто для записи полностью, не пропуская ни одной буквы, начитывал всю святую Библию. И по компьютерной вере, уже на компьютер. Ну, смотрите, Игнатий Лапкин, Библия, аудио, вы найдете в интернете написано. Так это один вариант. А один вариант был попорчен. В КГБ взятый, хранился в земле, но он есть. Есть на пленках. Я могу сказать с точностью до одной секунды, сколько звучит Библия. 96 часов. Вот. 89. Как начитывать? Каким? Голосно. То есть 90. 90 часов. 67 часов, кажется, полностью архипелаг ГУЛАГ. Всплотить вокруг вас. Я их и не сплачиваю. Это Господь показывает. Новые люди. Все время новые люди приходят из разных стран. Я считаю вас духовным отцом. Какой я отец? Я просто возвещаю истину. Да, я говорю. Ну, я и говорю не сам. Все в свете Библии рассматриваю. Вы найдите где-нибудь материал в Библии. Это не Библия, а в интернете. Чтобы все жития святых, 12 томов Дмитрия Ростовского. И два тома настольной книги, где 174 новых жития добавлены, были рассмотрены во свете Библии. И чтобы показали. Вот это не по Библии. Он святой, но это совсем не по Библии. Совсем вопреки Слову Божию. Этого никто не делал. А почему вы сделали? Я видел, что это необходимо. Вы знаете, канон Андрея Критского. Ведь это не сегодня, а 1200 лет назад. Почему никто его не возвел на вторую и третью ступень? Он весь покаянный. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я его возвел на благодарствие. Наблагодарю Тебя, Господи. И слава Тебе, Боже, наша третья ступень ангельская. Почему? Я внутренне чувствую это необходимо. Это побуждение Духа Святого. Я свободен. И наложить на меня узы им, конечно, желательно было бы, но этого нет. Этого нет. Бог дает хороших рядом людей. Я сплачиваю их вокруг. Я их не сплачиваю. Они сами сплачиваются. Я все обряды думаю. Куда ни посмотрю, куда ни гляну, голову не поверну. Что-то делаю. Я вижу везде друзей. Друзей, друзей. И каждому я чем-то обязан. Вот везде все. Вот я один записываю. Если бы кто-то был, сейчас показал бы здесь гнездо Ремеза. Как варежка висит у меня, где мы его нашли. Ну, что бы ни было. Вот ссану на молитве, я говорю. Вот первое у меня на молитве. Утром звонит мне Колесников Никита, чтобы пробудить. А я уже на ногах. На ногах. Он практически меня никогда на постели не застает. Но я меня прошу, на контроле держат. Чтобы я случайно не проспал. В 4.40 утра был. Вот где. На молитве. В 4.40. И вот это, откуда все идет. Я молюсь об этом. Вот последнюю неделю я занялся вопросом о Муссолини. Вот об этом Дуче, его зятю. Первое я услышал о его записи, какие есть. Меня интересует очень многое. Но все это я проверяю в молитве. А какое ваше мнение? Да кому это нужно? Уже прошлая эпоха. То другое. Результат показал. Ну и почему они потерпели поражение? В первую очередь были не евангельские христиане. Во вторую тронули. Богоизбранный еврейский народ. Этого трогать нельзя было. Ну и третье. Пошли на Россию. Все нашли здесь свою гибель. Я показываю в общем масштабе, откуда что это идет. Качества, характера на каком-то отрезке не было. Чтобы вот на этом отрезке я это буду, это, это. Так было. Мама заложила это. Есть суд Божий, есть ад. Есть гиенна. Вот это желание отомстить. Даже была твердость. Я ничего не сделал внутри. Это я от отца получил. Он рассказывал, как жили люди, как раскулащивали. Какую беду делали коммунисты. То есть антикоммунист. Абсолютно где-то. И я просто стремился к этому. Любое дело, какое возле меня где-то завязывается, я сразу смотрю, а мог бы ли я это сделать. Отвечаю, нет, не мог. Ну а почему? Ну вы в армии, вот когда знаете, сами служили мужчины в армии. Скажите, чем вы занимались? В мое время служили 4 года. Чем занимались? Потерянные годы. Я так не считал. В первую очередь я уже был очень натренирован. Много занимался бокс, стрельба. И все это мне сгодилась выдержка. Знать цели определенные в армии. Ну и вот многие в армии были, взяли. У меня же военное образование нету. Техникум строительный запрещаем. Промышленное гражданское строительство. Мне присвоили звание старшего сержанта на должность старшины. Сразу. Ни эфриэтером не был, ни младшим сержантом, ни сержантом, ни старшим сержантом. Почему? У кого так было? И у кого была такая должность? Увольнительная с 1 января по 31 декабря. То есть я срочную службу служу и свободно разъезжаю по стране. Ну недалеко, Дальний Восток. Техник, смотритель, воинские здания, ракетный хвой с Дальнего Востока. Должность какая? Много ли таких было? Не знаю. Но не сам же я сюда поставил. У меня отец инвалид войны без руки. Игра с матерью вместе полкласса не кончили. Большая семья. Может быть здесь как-то было все уметь делиться. Мы даже сейчас вот к этому приучаю привыкли. И Никита, Володя. Что бы ни было. Вот принесла Надежда Васильевна первую. Но этот первый пришел. Режет на равные части. Арбуз. Было четверо. Легко делить. А три это я разрезаю его. Где корень его, где он держится за ветвью. И вниз. Вот так. Чтобы одинаковая была сладость. По 120 градусов. 360. Надо ровно разрезать. А теперь Никита или Володя. Зажмурь глаза. Отвернись. Кому? И он говорит. Кому? Тому даст. Потому что абсолютно ровно не отрежешь. И обиды никакой не может быть. Это сплащивает людей. Да. Вот около меня живут люди. Рядом будут. Сплащивает или нет. Вот я Володе все подписал. Володе и Виктору. Между двумя. Тут третий есть еще. Но он в этом не участвует. Он довольно зажиточный живет. Но он просто необходим. Он в записи у меня здесь. Чтобы наблюдать. Чтобы все это было по делу Божьей. Не продали. А молиться могли. Собираться люди. А другое. Там где имущество. Дома. Это для Володи. Перейдет так определенно. Сплащивает это. А денег у него нет. Володя бесплатно. Везде работает. Вот приобрел нынче дом. И подарил ее уму Володе. А другой приобрел. Тоже приобрел. И помогли люди. И Никите. Там идет сейчас работа. Как это сплащивает? Ясно дело. Как относятся? Володя-то беспризорно. А у Никиты мама есть. Елена. Как она там расположена? И люди которые рядом. Они видят что никому не угождают. А тоже сплащивают. А как бы вы поступили? У меня если так разобраться. Чтобы враги где-то были рядом. В общине или где. Нету ни одного. Никогда. А куда делись? Никуда. Вы видите. Обстановка не их. Они не могут жить. Это живой организм. Они уходят. Вот я там был. Что я подписал ему. Или там уговариваю кого-то. А он отошел. Ушел из общины. А дом этот придется продавать. Я его покупал. Когда-то квартиру. Рядом с храмом. Для бабушек. Которые по вокзалам мыкались. Почему никто этого не сделал? Я сделал. Жену отдал туда. И она за ними ухаживала. Привозила там на саночках. Топичьем. И бабки. Благоговение. Сплащивает это? Да. А теперь. Ну это место. Пожар случился. И дом надо было продать. Остатки дома. Я все это сказал. Ко мне даже. Рукой я не прикоснусь к этим деньгам. И когда были получены деньги. Я сказал. Ну кто. На оформление. Что. Для продажи. Потратили. Потому что. Ну этим кто-то там занимался. Им сколько надо заплатить. А остальное отдайте тому человеку. Кому я назначил. Он поступил так. Против меня допустим. А он вероломно поступил. Да не вероломно. Просто он так поверил. Что ему необходимо туда идти. А мы хорошее отношение. Сохранили. Прекрасные. И рубль в рубль. Отдали все туда. Не так что он ушел. Это не из-за привязанности. Не из-за преданности мне. Для меня что. Батюшка не так поступает. Я против. Выступил. Не так патриарх сказал. Я не то что против. А я говорю. Во свете Библии. Как это выглядит. Это людей очень привлекает. В общем. Вы пришли. Владимир. Тут много таких. И на каком-то определенном отрезке. Не так вот. Я не могу это так расследовать. Это просто образ всей моей жизни. Почему старое время. Старое я называю советское время. Никто не позаботился. Никто. Пока как мне известно. Распространить творения Иоанна Златоуста. Я их насчитал. Полностью 12 томов. И распространил. Не в двух экземплярах конечно. За что меня арестовывали. Архипелаг ГУЛАГ. На 10 лет раньше. С самого раннего. Ранней публикации. В новом мире. На 10 лет. Я их насчитал. И раскатал катушки. Это 11 катушек. Не знаю. Вот просто надо знать это. Архипелаг ГУЛАГ. Дальше. Трагедия русской церкви. Тоже за это взяли. Почему никто не поверил. Это Регерсона. Льва. Теперь. Комоны церкви начитаны были. Это людей интересует. У меня много знакомых режиссеров. Отовсюду. И за границей. И здесь. И просятся снимать что-то. Я никогда в позу не становлюсь. Ну надо снимать. Снимай. Ну. Найдешь это еще. Я говорю. Уже снимали же здесь. Нет. Вот именно эту сторону надо осветить. Мне нравится выражение Анна Златоуста о славе. Слава. Если кто-то за ней гонится. Чтобы его прославили. Слава убегает от ней. Ну как. Целомудренная девица. А если ты пренебрегаешь от нее. Убегаешь. Она гонится за тобой. Вот у меня именно этот вариант. Я нигде не стремлюсь к публикации. Просто прихожу. Материал сдаю. Его публикуют. Начинается какой-то конкурс. Или обо мне передачу. Занимает первое место. Фильм сняли предчувствие. Ну не я же его снимал-то. Занял первое место на международном киноконкурсе. Объединяет людей. Да. Я проехал по Америке. А там уже три фильма у нас было. Где я участвую. Ну и как это людей привлекает. 21 тысяча селений в России разрушено. А хоть одно восстановлено. На православных обычаях. Вот. Не пить. Не курить. Не воровать. Чтобы Слово Божие во главе было. Нету ни одного. Ну то есть поприще огромное. Просто огромное. Где вот. Я 40 лет печеньком. Объединяет это люди. Я же делаю печь на совесть. Дешевле. Намного. Во-первых. Дальше. Вот полторы тонны угля меньше сжет. И тепло до самого пола. Никакой дыминки нету. Человека объединяет. Конечно. Он другим рассказывает. Кому я делал все друзья. Я же работаю не на кафедре. Там как вот этот главный сектовед. Нет. Просто живу. А как тюрьмы? Тюрьмы конечно положительно сыграли. Благодарение Богу. Новые души пришли. Свидетельствую я им. И когда говорил с отцом Глебом Якуниным. Большие у меня встречи были после освобождения. Нас одновременно освободили в 87 году. Зоя Крахмальникова. Ни у кого так не было. Мой день в тюрьме был разбит на определенно 5, допустим, периодов. Я молился. Каждый раз. Одна молитва. Это около полутора часов. Псалтырь просчитывал каждые два дня. Новый Завет каждую неделю. Как мне не знать. Людей объединяло. Да, объединяло. Камера монолитная делалась. Все заодно стояли. Слушали. Охранники приходили. Охранники группировались. У меня характеристики из тюрьмы. Из психиатрии, где был я. Обследовали. Судить меня или записать дурдом. Судить. Ничего нет. Твердость характера. Щеткость в уставе. И как вот. Я прихожу в пятницу. Там Володя сготовил пищу. Растительное масло положено. Нет, до восьмого не положено. Все. Мы уже одни. За нами никто не смотрит. И мы не считаем это ни твердостью. Или приобретение качеств таких характеров. Просто мы живем. Это наша жизнь реальная. Не для дяди, папа или для кого-то. Вот как. Ну, выдержки. Это меня научила жизнь, конечно. Сказать или не сказать. Не скажешь, один раз пожалеешь. А скажешь, говорит, сто раз пожалеешь. Человек учится говорить четыре года. И шестьдесят четыре учатся молчать. Я вот такие фразы знаю. Сплатить вокруг себя людей, это все понимают. Это удивительное качество. Оно не человеческое. Вот здесь роль миссионера. Миссия. В православии, в патриархии практически миссионеров почти нету. Нету там. Есть проповедники, есть благовестники, но не миссионеры. Миссионеры там, где двое. А они этого не понимают. Отделы. Имитация. Имитация сатаны под образ ангела света. Вот так. Вот у меня нападали на еще. Вот. Роспотребнадзор. Ну хорошо, нападали там многие. Но кто готовил так, как мы? Найдите, покажите. Вот так. Как они приходят, не разговаривать. Детей, чтобы не показывать, как они бежали и сохранять. В 45 лет найдите еще такой вопрос. В 45 лет детскому лагерю. И чтобы там был один. Он же был создатель и руководитель, вот как я был. Найдите. Я не знаю. Я не утверждаю, что я один. Но думаю, что да, один. Больше нет. И кто своими руками сказал, все, лагерь не существует отныши. Почему? Я взвесил все на молитве. И сказал, лагерь полностью ликвидируется. Но детей я вам не отдам. Дети будут отдыхать по домам. Мы их сразу раскинули. С людьми провести надо. Работу объединяет на одно дело. Было так. Объединяет их Господь, не я. Вокруг Господа. Тогда мы друзья. Если он любит Христа, и мы будем друзьями. А человек, который не расположен к Святой Библии, он как может быть другом? Я совершенно другой. Вот родноверы там на меня лезут. Почему так? Да то другое. Ну, потому что это язычество. Одно слово. Родноверы какие-то. Язычники. Более презренного ничего нет. Читайте при мудрости Соломона. Как они могли не познать Бога, когда познали, как прекрасно творение Божие. Надеть какую-то обручную голову, волосы там, это еще не означает быть верующим во что-то. И от христианства, от православия куда-то идти. Мне Бог открыл эту истину. Теперь найдите такое, кто распространял каноны, которых 70 лет не было. Я их насчитал и распространял. Найдите. Это во мне снят фильм, прямо Златоуз, мое прозвище. И из Потеряевки называется. Занял первое место в России. А кто присваивал? Профессора в ГИКа были. Нет, три епископа православной церкви. Есть фильм такой, «Второе крещение» или «Глаз попиющего». Не я же их снимаю, фильмы-то. И они по сегодняшний день свои актуальности не потеряли. Ну, злободневности уже то и нету. Тогда по-другому было. Я все могу показывать. И спрашивать людей. Я не знаю. На все эти вопросы ответить. Не знаю. Кто насчитал жития святых? Повторяю, на жития святых. Если знаете, вот кто слушает, смотрит, найдите. Это 1173 жития. Я называю цифры, которые никакой Осипов, бритый с галстуком, не ответит. А бритый с галстуком для меня – это масон. Он так и прикрывается. В 80 лет скоблится каждое утро. Веры-то нет, нет. Если бы вера была, как бы он образ Божий искажал? Искажал попутно. Поэтому там всякая и собирается компания. Строгому следованию устава приучил у меня Господь. Я православный. И все кончено. Я православный. И поэтому правила – это мои правила. Каноны. 7 вселенских, 9 поместных соборов и святые отцы. Кто исследовал, сколько правил нарушается? Вот я называю. Профессор знает он или нет? Я называю всего правил с декретариями Есениана Старшего. 989. Вот так. Из них 719 действующие. Из них 413 полностью отвергаются, попираются, искажаются умышленно, ежедневно. Почти в каждом храме. Вот такая работа проведена была. Может быть, сегодня еще больше искажает. Просто я говорю то, что людей объединяет истина православных. Вот впереди, я считал, Михаил Кальмаев, там это Талия Акукауман говорит, брат Александра тоже. Их привлекает это. Люди желают участвовать в этом деле. Далее. Кто проехал с миссией в настоящее время? Вот как мы. С миссией. Два человека и шофер. Из Алтайского края, город Барнаул. Проехали Владивосток, Порт Находка, Атлантический океан, Тихий океан, до Атлантического, до Португалии, пройти Турцию, 6 мусульманских республик, Скандинавию и Прибалтику, и Север. И не просто проехать, но везде, везде, 600 мест, где подарили мои книги. 38 томов. У кого вышло 38 томов? По 752 страницы, почти все книги. Просто я называю данные. Объединяет людей? Да, объединяет. Ну, кто со мной знается? Скажите, у кого? Я-то не знаю. Я отвечаю, не знаю, не знаю, не знаю. И у кого эти книги находятся в парламентской библиотеке страны, в Москве, в исторической, в библиотеке имени Ленина, в Киеве, в Белоруссии, в центральных городах, Минске, Гомеле и так далее. У кого? Где книги ищи хранятся в библиотеках, таких как Сан-Франциско, в Дании, в королевских библиотеках, в Великобритании, в Шотландии и прочее. Кто? Вот эта мысль мне пришла, и она выполнена. Да, трудно было, даже невероятно, на русской, на российской машине и газели проехать столько. В Швеции полетел мотор, и как нас тащили на эвакуаторы до Калининграда, и потом все-таки дошли до Нижнего Новгорода, до родины этой газели. И как принимали? Ну-то все уникальное. Объединяет, да. Мы только приехали, у нас уже на молитве стоим, глаза открыли, уже главный инженер, главный конструктор стоят рядом. И они принимали нас там, кормили и проводили. Все сделали. Нижний Новгород, говорю. Как в Калининграде, и везде молитва. Христос, Дух Святой. У меня очень много хороших, близких людей, которые не православные. Хорошие отношения с католиками, с мусульманами. Я же не дворкин, из-под вороти не лаю на них. Я вижу очень многое хорошего мусульман. И говорят, вот, они его финансируют. Я давно сотрудник КГБ или ЦРУ. Я не сотрудник нигде. ни от кого не получаю ничего. Кто желает помочь, я и не знаю. Посылают, когда где-то деньги-то. Я беру с собой человека, знаю, он нуждается. В кассе стоим. И как только деньги подают, положено в паспорте, я к деньгам не прикасаюсь. Этот человек берет деньги, уезжает. Сегодня один, завтра второй. Который нуждается, многодетный, в трудном положении, или еще что-то. Но это качество, я их и не считаю чем-то особенным. Во-первых, это не мое люди жертвуют. И поэтому я говорю в имя того человека молитесь за него. Каждый год вот открывать лагерь, закрывать. Это сколько труда. И все это будет сделано. Да, действительно, это очень близко к сердцу. Вот Владимир Хурс, это фамилия, я не знаю, что, если не так просчитал. Так что, вы заходите на наши ресурсы, на YouTube, в Mail.ru, и я буду, если Господь благословит, с 10-го, или даже нынче, пораньше придется, с 8-го октября в Барнауле, потому что 10-й понедельник, на 9-й, Виктор не может поехать, ему нужно детали для машины купить. Только в субботу, суббота 8-го. А у меня там все заблокировано, оплачено, чтобы не было. Надо сейчас звонить, чтобы раньше разблокировали интернет мне. Виктор везет нас, с 8-го. Уезжаем все трое. Думал, Никиту оставить. Нет. Порешил? Нет. Вчера объявил об этом. Здесь, что, ну, надо ехать. Надо вместе. Одного я не оставлю его. Ну, и Надежда Васильевна. Нас сразу четверо уезжает. Виктор, 5-й, два места остаются для компьютера. Забираю двух, кошек и котенка. Что с собой тут? С собой что не забыть? Сейчас уже 27 написал вещей, которые нужно не забыть. И ребятам говорю, это сплачивает, сплачивает, да. строгий во всем порядок. Как сидеть за столом? Как обедать? Как на молитве стоять? Как поклоны делать? Строго по уставу. Это сгодится. А, это внешнее. Ну, внешнее происходит от внутреннего. Я никогда не отчаивался. В самых отчаянных обстоятельствах могу сказать с апостолом Павлом. Никогда. Почему Нил Синайский говорит? Согрешить дело человеческое. А, отчаиваться? Дело сатанинское. Я прикидываю, где бы я был в то время, когда убивали вот эти мусульмане, там убивают ИГИЛ. Я просил у президента Путина, патриарха, чтобы благословил проехать в ИГИЛ. Запрос сделать в Турцию, чтобы пропустили. Уехать на явную смерть. А, пиарится там. Но они не знают. Они могут делать и то, что верят в то, что сами делают. Пиарится я. поехать. У меня своя программа была для ИГИЛ. С ИГИЛом побить. Там, в самых сложных местах, где бомбардировки идут и прочее. С ними. Так они убьют. Ну, дело Божье, убьют. Вот мы ездили, в доме молитва. И у нас трещи там были. В мечети молился. В комнате для намаза. Это махачкала. Ну, то есть, нам есть, что показать. Молитва. Любовь к Господу Иисусу Христу. Я во всем представляю, как на это смотрит Христос. Ну, расквашенный такой. Я мужчина. И не было дня никогда под каблучником. Мое слово крепкое для самого расположенного ко мне человека. Я говорю и показываю. Иногда не доказываю ничего. Я сказал, ты не делаешь. Я тут же начинаю делать сам. Это людей располагает. Сначала они просто шокерны. И вы это делаете. Немедленно засущивая рукава. Вчера я был до ушей. И все во мне было в саже. Никитина. Дом. И там около десяти ветер сажи вынесли. Около десяти. И пепла, золы на две печки. Ничего. Заказываю. Плиты там в дребезге разнесенные. Это все сам. Оплачиваю. У них нету ни Володи никого. Сам. Должен заплатить. Где пенсии я ее в глаза не вижу. Пенсия маленькая шесть тысяч пятьсот двадцать три рубля. Мне не давали работать нигде. Ну и я не без денег. У других большая пенсия ничего нет. Держат хозяйство приходят у меня занимать. Денег-то. Ну понимаешь как. Годы в трудности. Роснадзор нападал на меня. Я за него молюсь и благодарю Бога. Это помогло найти новых хороших людей. Приезжала это Анна Афанасьева. Тут они Россия 24 или ТВ 24 поставили. Какого-то там приплели Дворкинса. ну он там говорит кривляется с Томской с этой с Кемеровской епархией ударств Евгений. Ну только делов-то. Собака говорит брешет а караван идет своей дорогой. Мне никто не повредил. Детей я сохранил. Господь сохранил через меня. Ни одного ребенка не отдал им. Я сказал детей вам не отдам. Поэтому мы заранее проводили тренировки. Где в каком лагере проводили такие тренировки как себя вести когда приедет полиция и прочее. Их арестовывали брали. А тут начальник уголовного розыска приезжал несколько раз только. И что-то он плохое сделал. Нет не сделал. Визитки даем им. Воров тут сколько поймали. Они врагами нам не стали. Вот интересно на днях сломался комбайн. Немножко поработал и сломался. И они два комбайна оба сломались на поле. Так вот подборщик где там вал такой оба вала были повреждены. Как будто огромной кувалдой кто-то ломал их. Я спрашиваю и говорю не могу ничего сказать. Разговаривал с Алексеем главным агрономом за Алексеем Семенович Сиськов. Он говорит я слышал где-то там у них было где он работал. Так он ну чтобы два одновременно сразу в одном месте такого не слышал. Там такая махина. Ну почему? Тоже не знаю. Поэтому молимся. Если это сделал злодей ну прости ему господи. ну а если молния ударила в них ну грозы не было. Дальше нельзя объяснить никак. Ты благодари Бога. И притча Солмона написан если пути человека угоден Господу то он врагов его примеряет с ним. Меня сажали по санкции московского КГБ арестовывали. И везде сохранились добрые отношения. Я стараюсь найти людей судья всем подарить. Вот сейчас судья вынесла правильное решение обо мне о лагере. Я опять думаю найти и подарить. Всякий подарок это взятка. Не взяткой только бывает книги. А я как раз богатый книгами. Подарить новый завет с толкованием. Я подарил их Путину. Ну спросите вот сейчас кто? Кто подарил нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину свои и изданные им книги? Изданные и чтобы их видели по телевидению показывали стояли у него в библиотеке. Подарите подарили мои книги там есть. Видите сколько все все ну я не знаю у кого это было такое. Это приближает людей? Да приближает. Я ни разу не видел во сне чтобы я видел президента там с каким-то стальным взглядом или стеклянным. Никак. Я вижу если увидел то только хорошее он батюшка видел он обо мне спрашивает как сейчас отец таким встретился пошел с митрополитом Сергием Алтайским и Барнаульским Московского Патриархата и он всегда спрашивает как дела Игнатия Тихоновича как что всегда с расположением с улыбкой ну врагам это не по сердцу а я вижу когда даже враги с кем-то по-хорошему я молюсь о них о всех молюсь отдельно у меня об Александре Дворкиной молитве Александре Невзорове Германе Стерлигове и о всех и которые гонимые они стали теперь гонить или против меня а я все равно молюсь за них как за гонимых и когда они узнают об этом я выхожу из храма иногда собор по-кровски бабки падают за ноги хватаются это вы мне помогли а мне говорили вы сектанты она не знает что такое сектанты натравили а то настоятель все это и прости да только делов говорит наплевать да забыть бабушка встань не надо этого делать я грешный человек грешный искупленный Христом его пролитой кровью на кресте давайте трудиться и молиться веровать я сейчас покажу еще на свои ресурсы какие есть вот закрылась вот почему закрылась оно мой мир не дает войти сегодня побыл там сейчас посмотрю мой мир напрасно они меня не пускают туда вот она зашла интересно почему-то вышибло вдруг о петиция медведеву это тоже она о лагере вот шведов тут какой-то зашел еще еще он тут шведов мы ссылка на фильм предчувствия ну что говорит предчувствие ссылка на нашем сайте это все найдете ну я даже не знал как вошло только не заходил теперь вошел вот здесь вот Михаил Кальмаев он как раз заходил Сергей Агафонов Юрий Соболев и большой у нас форум форум во свете Библии все во свете Библии вот он во свете Библии 1592 темы ну и видеоканал вот он наш видеоканал большой сейчас все это барахлит даже название не может высветить сейчас попробую обновить может быть покажется вот он православный видеоканал открытым оком во свете Библии вот сегодня я выставил собрание на улице 1 час назад 52 просмотра за час вот что у нас здесь подписчиков ну считай 5000 4999 давишь было 5000 то ли ушел один или что ну и просмотров 3 миллиона 967 тысяч ну почти 4 миллиона 3 миллиона 4 миллиона будет просмотр кое-кто заходит смотрит вот собрание на улице вот посмотри сегодня златоуста события дня а вчера вот выставил небольшое содержимое нашей лагерной кухни 752 ну посматривают люди сколько один день назад за день 752 это конкретно люди которые вот прямо заходят смотрят вот занятия тут 707 прошло сумерки даже показал собрание деревеновской общины а 1100 3 дня назад 1100 с 1106 вот так ну и самый главный ресурс самый главный первоначальный который это библейский сайт во свете библии вот он православный библейский сайт и самое главное тут вот 4124 ответа по темам 55 тем вот пускай Осипов покажет о нем фильмы снятые такие которые заняли место нету президент не может показать что в фильме заняли документальные фильмы первое место на международном киноконкурсе как предчувствие я участник в нем ну вот такой идет скажет а вы хвалитесь хвалящийся хвалить господом написано господь меня везде сохранял везде на моих глазах убивали людей я видел эти люди сохраняли меня и защищали от других преступники даже объединялись вместе в один день бросить курить семь человек сразу мне есть что показать благословен господь дарующий спасение благословляющий по скайпу заходите вот с девятого с десятого владимир и там поговорим когда но по нашему в девять вечера уже не звонить по барнаульскому это три часа разницы с москвы раньше идет плюс три часа и а утро можно звонить уже с пяти то есть шести там молитва кончается с шести по нашему по москве с трех ночи Богу нашему славу во веки веков Аминь